А где мы познакомились? А на вытяжке. Мне сказали, посмотри, я увидел, как эта вытяжка работает. И что-то такое давал мне Евгений Сушков, но сейчас его-то и нет, а вытяжка осталась. То есть, что такое человек? Над человеком веет масса, и мы, естественно, после роста начинаем снижаться, потому что на нас давит вес. А тут и болезни с костями и хрящами. Но то, чем занимается вытяжка, это большое удовольствие. А тема весьма понятна. Но не за этим мы сюда приехали. Я посмотрел, вы сегодня сделали что-то конкретное, вы сами себя растянули. Но я прекрасно понимаю, что вы занимаетесь перестройкой. Что это такое? И чем вы можете похвастать? Потому что люди говорят, что перестройка дело толстое. И вы набирают всяких там товарищей из непонятно откуда и пытаются что-то сделать. Абсолютно неверный подход. Дело в том, что самое сложное в строительстве – это не работа с нуля, а перестраивание уже готового. Это самая сложная работа, потому что в переходный момент может произойти разрушение конструкции. Здесь необходим и опыт, и знания. А я инженер, у меня высшее образование. И 20-летний опыт реконструкции. Это очень немало. В нашем городе, пожалуй, я самый опытный человек в плане перестройки жилья. И смотрим, как это делается. Кредит Уралбанк. Хорошая контора. Я наконец-таки стану понимать, что банков в стране будет максимум 5. А может быть и менее. Реконструкция. Три этажа. Полная перепланировка входа. Сверху еще этаж. Ломаем стены и делаем новые перекрытия. Сложно. Ну, естественно. Вот сверху висит балка без опоры. Теперь еще сложнее. Пока опоры нет, ставим домкраты. И аккуратно с мозгами внедряем железо. О как! Сможете? 99% ремонтники такого сделать не смогут. Обращаемся в артель Перестройка. И нам все это делают. О как! Они работают, а мы получаем качественный результат. И в этот банк войдут люди в большем количестве. К слову о сроках. Делается все быстро. Реконструкции в разы дешевле, чем строительство нового жилья. Либо новых помещений. Это давным-давно установлено в Европе, скажем, где пошли по путем реконструкции старых зданий. Сейчас это в начале 90-х пришло и к нам. И я с середины примерно 90-х занимаюсь этими видами работ. На них специализируюсь. Ну, можно сказать, съел собаку. Теперь вопрос другой. То, с чем мы сталкиваемся. Все-таки это перестройка. Никакого алкоголя. Люди должны понимать. Вы работаете с тем, что вы ломаете. А откуда-нибудь, либо сверху, либо снизу, либо вообще сбоку, может быть и смерть для вас. Я такие вещи-то и видел. Тут выбор прост. Если такая артель, то пункт номер один. Сначала грамотный осмотр здания. Затем правильная установка оборудования. Затем снос. Затем установка нового. Затем вы можете после проверки сделать все сами. Либо проще, работая с артелью перестройка, получить ОНЭ. Возвращаясь к теме, набрать любых людей, которые там где-то что-то когда-то строили. Строить одно, ломать совершенно другое. Это требует и ума, и знаний, и выносливости, и силы. И вот то, что вы увидели сегодня, относится, наверное, к той подготовке. Условно говоря, воинской. Потому что наш труд, как на войне, опасен. Как у сапера. Любое движение может быть последним. Что-то не так сломаешь, рухнет на тебя перекрытие, какая-нибудь балка, и поминай, как звали. Поэтому занимаюсь, естественно, воинской подготовкой. Здесь, на славянском правилах, в клубе «Кристалл» рукопашным боем. Ну, в этом плане я несколько известен в области, поскольку бился в бойцовском клубе с господином Филичкиным Владимиром Васильевичем, известным Краповым Беретом. Ну, и, естественно, ни моя работа в этом отношении лишней не была в плане подготовки, ни правила, ни тренировки в «Кристалле», ни занятия Владимирской рукопашью. Все здесь было в одну строку. А мне это позволяет жить наполненной жизнью, ярко, интересно. А я вам как-то объяснял, но объясню проще. Что нужно для жилья? Как и в Америке, немного местно. Самый простой способ – это каркасники. Но у нас лучше. Мы же не Америка. Наши каркасники простоят дольше. К слову, о сроках. Там, вот поймите, такие дома стоят и по 150, и по более годков. Вся Америка сделана из дерева. Одноэтажная его часть. Вы посмотрите нормальную Америку. Все делается быстро. И тюб есть. Да и проще. И это тот же интернет. Теперь фундамент. Я вам в следующий раз покажу. Ну, а сегодня вворачиваете сваи вниз. И вот вам фундамент. Как оно? Дело в том, что обычный цикл строительства – это в осень заложить фундамент, дать ему отстояться, на следующее лето начать строиться. И, дай бог, полный цикл строительства завершается в течение двух лет. Ну, это так вот, при классической схеме строительства каменного здания. Но это долго. Это очень долго. Жизнь-то проходит. А строительство облегченных домов, как-то из СИП-панелей, каркасных домов, срубов, изоцилиндровки, брусовых домов, да, позволяет на винтовых сваях, скажем, сделать это очень быстро. В течение буквально считанных месяцев. Тем более, что винтовые сваи можно закручивать хоть зимой, хоть летом. Да там вся работа с фундаментом занимает дня 4 от силы 5 вместе с обвязкой. И строй не требует лишних земляных работ. Но вы-то, может быть, мне и не поверите. Хотя-то я инженер из того же института. Кроме всего, мы и выпускались с одной замечательной школы номер 33. Но вот вам правило в цене. Хотите ипотеку? Доплатите. Хотите дом в 100 квадратов? Цена 1,6 млн, ну максимум 2 ляма. Без задержки и дебильных квартплат. Я выбираю себе этот вариант. Нет, каркасники продают от 15 тысяч за квадратный метр. Здание с СИП-панелей где-то в пределах 20. Да вы любую квартиру попробуйте купить. Без всякой отделки. Вы, по-моему, дешевле 26 тысяч за квадратный метр у нас не купите. Да, но ведь вы учтите, сколько вы будете платить коммуналке за любую квартиру. Это же несчетные деньги. На весь срок эксплуатации вы просто можете еще один домик построить, да? За дома сейчас коммуналка мизер. Не стройте вы огромных домов, которые будут слишком дороги, и чтобы с вас брали большие налоги. Строите небольшой дом в пределах 100 квадратных метров. Вам хватит для жизни. Налогами вас не задавят. А вот эти вот облегченные здания, они и требуют очень мало на отопление. Гораздо меньше, чем любая квартира там или любой каменный дом. Просто вот сравнивал свой каменный дом с домом друга, который сделал сам себе каркасник. Так он в два раза дешевле платит за аналогичную площадь, за отопление. Вот и считайте. Считайте.